всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть сегодня вы увидите еще один новый формат видео потому что я знаю что все любили и до сих пор скучают по дневникам питания сегодня я надеюсь предложу вам кое-что лучше мы начинаем серию закупок в разных магазинах которые есть большинстве городов россии например в таком городе как живу я я думаю начнем с самого популярного магазина это сеть магнит я составила подробный список мы с вами будем закупаться на неделю и мы не только купим продукты и я вам конечно же назову сумму в какую обошлась не покупка а еще мы из этих продуктов с вами составим рацион для того чтобы вы субботу уже могли себе тоже накидать такой же список обратите внимание весь перечень будет в описании под этим видео и конечно ссылки на те рецепты которые мы уже приготовили так что сейчас мы с вами отправляемся в магнит для того чтобы купить самые обычные продукты в самом обычном магазине для того чтобы вести самый обычный недорогой здоровый образ жизни еще хочу сказать что перед тем как отправиться в магнит что такие видео будут и про другие популярные сетевые магазины мы с вами будем делать закупку на неделю и в пятерочке и в перекрестке и в окей и конечно же в ленте по поводу метро я не знаю потому что туда естественно не все люди могут приходить только те у кого есть карта поэтому метро остается под вопросом остальные магазины мы с вами тоже посетим и посмотрим что можно приобрести именно там на неделю для самой обычной семьи из четырех человек еще очень важно что конечно какие-то продукты самые обычные например лук и морковка есть у нас поэтому мы включать в список не будем будем включать самые основные продукты и также закупку овощей мы не будем сюда включать то есть это огурцы помидоры почему потому что все регионы разные естественно цены отличаются вы об этом пишите в комментариях либо в личные какие-то сообщения просто в разы соответственно это не будет корректный а вот по выборка по магазину все-таки более будет универсальный так что я очень надеюсь что это видео будет очень полезно для вас и конечно упростит вам жизнь до встречи в магните и так мы уже приехали в магазин и сейчас будем двигаться я надеюсь строго по списку начинаем и конечно я надеюсь что сегодня смогу вам показать манку из твердых сортов и копченую паприку потому что многие ищут честно не знаю есть ли она в этом магазине мы это с вами узнаем чуть-чуть позже пойдемте первыми мне на глаза попались макароны они сейчас со скидкой 40 рублей они из твердых сортов пшеницы в общем то что нужно для здорового ужина берем одну пачку потому что наша закупка напоминаю на неделю мы не только нашли манку а еще нашли и со скидкой потому что сегодня она стоит 31 рубль обратите внимание как выбираем манку написано манка из твердой пшеницы и еще сбоку будет маркировка обращайте внимание марка т это как раз таки говорит о том что манная крупа из твердых сортов пшеницы то же самое что мы смотрим и при выборе макаронных изделий что они приготовлены из твердых сортов пшеницы манку мы нашли выгодно 31 рубль это отлично еще сейчас я вам покажу что мы купили рис потому что в меню нашим на неделю есть пачка риса рис я взяла вот такой отборный почему потому что он со скидкой стоит 69 рублей цена конечно бывает выгодная но мы сегодня работаем реальных условиях если вы оказались вот около магнита и делаете там свою закупку для здорового образа жизни на всю семью на монастырский геркулес пока цену я не знаю сейчас мы пикнем где-нибудь найдем сканер и узнаем сколько же она стоит хотела попробовать потому что очень долго варится но мультиварка этот процесс упрощает еще я возьму вот такой булгур он без скидки по регулярной цене стоит 69 рублей конечно же я предпочитаю покупать со скидками но сегодня сложилось так из булгура мы с вами приготовим замечательный плов на ужин готовить кстати тоже будем в мультиварке и так продолжаем наши покупки и я все-таки хочу узнать сколько стоит монастырские хлопья еще в моем списке растительное масло я покупаю самое обычное подсолнечное такое масло сегодня стоит 89 90 то есть 90 рублей и это цена со скидкой я беру одну бутылку конечно же ее хватит больше чем на неделю ну просто дома у меня закончу с масла поэтому соответственно оно вошло в этот список закупок и на следующей неделе его просто там не будет потому что мы его приобретаем сегодня к сожалению именно в этом магните я не нашла свою любимую приправу с копченой паприкой я здесь сегодня нет но зато я нашла кумин то есть зиру который буду добавлять плов для того чтобы он был невероятно ароматным стоит кстати 44 рубля еще в моем списке на неделю есть самая обычная целая курица она стоит 113 30 я купила курицу магнитовскую собственную марку почему потому что она самая свежая прям сегодняшней даты соответственно мы берем самую свежую курочку еще в нашу меню входит обязательно куриное филе я думаю очень часто вы встречали и в дневниках питания и в рецептах я беру одну пачку весит она как раз ровно один килограмм написано что цена со скидкой 220 рублей как это на самом деле узнаю в конце потому что в магните бывает разное еще сейчас я вам сразу покажу крылышки рецепт кстати мы снимем потому что они получаются очень вкусными то что нужно для разнообразия я беру еще крылышки здесь чуть больше килограмма стоит они сейчас 159 рублей со скидкой еще в наше меню на неделю входят куриные бедрышки это удобно почему потому что во первых они со скидкой сейчас они стоят 119 рублей во вторых здесь ровно четыре штучки как раз каждому по одному и удобно их запекать это не занимает много времени отправил духовку и тебя ждет замечательный сытный ужин яйца мы берем местные производятся они в астраханской области я беру два десятка конечно на неделю за всю неделю мы не сидим 20 яиц возможно что-то захочется испечь и так далее поэтому они нас всегда есть запас яйца практически по 46 рублей мы берем два десятка итак момент истины настал сейчас мы узнаем сколько же стоит хлопья монастырские пятьдесят семь рублей скажи это у нас нормальная цена конечно хотелось бы со скидкой рублей по 35 но мы живем в реальных обстоятельствах еще у нас в плане есть кусочек говядины как раз я его выбрала из каталога он сейчас скидка 419 рублей вот такой единственный кусочек нас дождался мы его сейчас купим и приготовим с баклажанами это очень вкусно вот такой кусочек говядины по 419 рублей здесь почти килограмм обошелся нам в 406 рублей вот так как мы его будем готовить на два дня получается 200 рублей у нас обойдется порция мяса на ужин вот такой бывает тоже ужин еще в меню на этой неделе мы будем с вами запекать скумбрию я купила две вот таких маленьких рыбки честно мне их было жалко поэтому я решила взять к себе домой мы с вами приготовим рыбку а на сегодня по 180 рублей за килограмм округляем это будет один из наших ужинов будем с вами и запекать еще вот такую упаковку грибов я взяла мы ее будем добавлять к каше такая пачка 400 грамм стоит 93 рубля еще я нашла два таких аппетитных качанчика салата айсберг сколько он стоит я не знаю будем опять искать где проверить стоимость а сейчас мы с вами возьмем еще капусты потому что будем варить в борщ без мяса и конечно же посмотрим какие фрукты мы можем приобрести именно в магните еще я беру одну банку фасоли хайнс она сейчас со скидкой поэтому собственно говоря я ее выбрала буду добавлять фасоль я беру без томата потому что сейчас лето и конечно я с удовольствием добавлю настоящие астраханские томаты в борщ это будет очень натурально вкусно а фасоль придаст сытость нашему с вами борщу фасоль сейчас стоит 59 90 ну грубо говоря 60 рублей это ее цена со скидкой наша семья съедает за неделю приблизительно 21 яблоко потому что злата ест яблоки резко но я сергей и старшая дочь даша едят каждый день по одному яблоку я взяла на всякий случай 22 эти яблоки у нас гола полтора килограмма у нас получилось 10 штук 228 рублей нынче яблочки но есть еще яблоки кстати у нас голден они не так пугают своей стоимостью их я взяла побольше 12 штук тоже полтора килограмма по стоимости они вышли 135 50 теперь мы с вами посмотрим еще овощи потому что нам нужна капуста и свекла капуста белка чанная стоит в магните 21 30 меньше белка я просто не нашла поэтому значит на этой неделе у нас будет борщ на следующей неделе что-то будет наверное второе с капустой капуста весит 2 килограмма почти 300 граммов и обошлась нам 49 рублей еще я конечно же для борща уже нашла свеклу свекла в магните стоит сегодня почти 38 рублей я взяла чуть более килограмма получилось 43 рубля свекла бананы я беру на неделю две связки потому что злата известнейший любитель бананов банан у нас сейчас стоит 57 90 получилось на 121 рубль очень увесистых две связочки бананов еще я нашла со скидкой вот такой сыр естественно сыр есть обязательно в нашем списке на неделю а сыра здесь 270 грамм это нарезка и сейчас со скидкой он обходится в 190 рублей берем еще я взяла вот такой сыр новинка брест литовск называется финский упаковочка 200 грамм стоит 145 рублей попробуем еще я возьму одну упаковку сливочного масла жирность него 82 процента весит она 180 грамм и сейчас со скидкой она стоит 119 рублей сметану я куплю вот такую она сейчас со скидкой 59 90 грубо говоря 60 рублей сметану на нашу семью требуется на неделю 5 банок это индивидуальные особенности потому что дочь и мужа потребляет его огромных просто количествах я конечно не присоединяюсь с удовольствием я уже замерзла в молочном отделе продолжаем показывать свои покупки и так мы берем творог вот такой буденовский молочный продукт он жирности 5 процентов одна пачечка 200 грамм мы возьмем 2 потому что один раз мы его будем есть просто взбивать один раз мы с вами приготовим винивые вареники поэтому беру 4 пачки по 200 грамм не только одна я хочу за скидками в общем молоко со скидкой осталось одно 65 рублей вот такое новая деревня забираем последние еще нам досталась вот такая бутылка простоквашина два с половиной процента она сейчас 65 рублей со скидкой и еще мы с вами возьмем две пачки молока домик деревне она сейчас стоит 63 рубля со скидкой на эту гречку не было цены она оказалась что стоит 93 рубля полтора килограмма поэтому мы ее забираем и нам ее хватит явно не на неделю вот такую целую тележку продуктов мы уже наврали правда там огромное место занимает мой рюкзак теперь мы идем на кассу сразу хочу сказать что у нас есть еще купон на скидку 25 процентов при покупке от 1000 рублей не знаю как он действует естественно когда мы уже будем дома и разложим с вами все по приемам пищи сформируем меню на неделю тогда я и скажу повлияло ли это скидка либо у нас что-то пошло не так сейчас мы отправляемся на кассу и увидимся с вами уже дома для того чтобы составить меню на неделю мы уже дома с нашей недельной закупкой как вам я и говорила скидку я применила так как большинство товаров мы естественно покупали по акциям скидка на них не действовало поэтому общая наша скидка составила по купону около 180 рублей вся наша покупка вышла на 3705 рублей это уже с этой самой скидкой 200 сейчас я вам вернее сергей вам крупно покажет чек нашей закупки на неделю напоминаю семья из четырех человек двое взрослых двое детей злата в саду поэтому завтракает и ужинает она дома обедает она в садике не хочет в садике завтракать она вот такая у нас сумма я думаю все видно наглядно это наша закупка на неделю естественно некоторые продукты останутся теперь из этого мы сформируем рацион на неделю на всю семью будем питаться вкусно полноценно и конечно разнообразно начинаем с понедельника понедельник начинается конечно же завтрака для того чтобы понедельник был не тяжелым днем завтрак должен быть вкусным полезным и простым приготовлений именно таким завтраком и является для нас манная каша вот она наша манка написано из твердой пшеницы будем готовить из нее кашу на четверых нам на один прием пищи требуется 100 граммов соответственно эта манка перейдет и на следующий понедельник пачку нам хватит на несколько приготовлений каши следующий прием пищи это обед суп и вы знаете я в основном варю без мяса потому что это быстро просто помогает сэкономить время и мы с вами будем готовить а уже даже готовили вот здесь появится ссылка на видео борщ без мяса и картошки мы с вами приготовим борщ 5-литровую кастрюлю для того чтобы у нас был обед на целых три дня мы не думали что же нам съесть мы приходим домой разогреваем суп либо берем с собой на работу и замечательно обедаем домашним вкусным супом для борща мы уже купили с вами капусту конечно два килограмма это многовато поэтому я буду использовать половину вилка половина переходит на следующую неделю свекла конечно же идет у нас борщ потому что я люблю красный красивый грибы мы с вами купили упаковочку 400 грамм этого количества достаточно для того чтобы супчик был ароматным и вместо картошки в том числе для того чтобы все было максимально быстро я использую фасоль обычную красную из банки борщ мы с вами варим на три дня поэтому это обед для понедельника вторника и среды у нас уже готов мы знаем что мы заготовим конечно же в понедельник нужно хорошенько поужинать поэтому мы с вами приготовим замечательный плов с булгуром я буду использовать куриное филе которое мы купили одну упаковку здесь ровно килограмм и еще одну пачку булгура и как приправу будем добавлять кумин то есть зиру и и конечно хватит на много дольше чем на одну порцию плова завтрак вторника тоже очень простой и полезный мы приготовим взбитый творог рецепт кстати есть на канале он появится вот здесь там еще как быстро заварить кофе во френч-прессе чтобы еще сильнее простить себе утро я буду использовать две пачки творога это 400 грамм будем добавлять сметану и конечно каждый возьмет себе какую-то добавку возможно кусочек сыра и так далее творога немного потому что старшая дочь его на данный момент к сожалению не употребляет она себе приготовить какую-то кашу с утра потому что встает раньше всех нас а злато творога ест минимальное количество но и с к нашему счастью в общем этот завтрак в основном получается для меня и для сергея на обед у нас с вами борщ он уже готов это замечательно ужин вторника у нас с вами тоже есть это плов с курицей и булгуром теперь у нас начинается среда и так завтрак среды это омлет я обожаю простые сытные завтраки поэтому я возьму на всю семью 8 яиц конечно же молоко и кусочек сыра около 100 грамм на четверых среду на обед у нас с вами по-прежнему готов борщ а на ужин мы приготовим с вами восхитительную вкусняшку мы будем готовить давайте посмотрим что я буду готовить крылышки в пикантном соусе буду их запекать это очень очень вкусно никакой фастфуд вам после этого совсем не захочется на гарнир к ним я сварю гречку конечно же не всю пачку поэтому естественно остаток у нас перейдет на следующую неделю и вот уже наступил четверг в четверг у нас на завтрак каша самый обычный и одновременно самый полезный геркулес кашу я варю как всегда на молоке пополам с водой сейчас я готовлю каши в мультиварке это очень удобно в каши я добавляю небольшой кусочек масла от мед уже каждый себе добавляют в тарелку по вкусу в четверг на обед у нас замечательный и простой в приготовлении летний супчик с кабачком рецепт кстати появится вот здесь он тоже без мяса немного риса немного чечевицы и кабачок у меня в хозяйстве есть поэтому я каких-то специальных покупок не делала четверг у нас рыбный день приготовим запеченных двух рыбок скумбрии потому что рыбу буду есть только я и муж а для детей мы купили бедрышки которые приготовим они их с удовольствием съедят на гарнир и к шкумбри и к бедрышкам мы будем использовать рис конечно такое количество риса нам хватит на несколько раз поэтому остаток переходит у нас на следующую неделю вот уже наступил конец рабочей недели давайте посмотрим что же у нас будет в пятницу на завтрак как я и говорила некоторые продукты у нас уже есть хозяйстве поэтому мне для завтрака пятница ничего не покупали я буду использовать кукурузную кашу который у меня есть нам с мужем я ее сделаю с овощным гарниром дети поедят просто так они пока не оценили всю пользу и вкус овощей на обед в пятницу у нас тот же супчик что из четверг замечательный легкий летний суп с кабачком а что на ужин давайте посмотрим на ужин в пятницу у нас будет замечательная сочная вкусная говядина в которой мы приготовим с баклажанами и большим количеством вот такого красного сладкого перца овощи я купила конечно же на местном рынке детям мы кусочек мяса приготовим отдельно потому что баклажаны и сладкий перец они к сожалению до сих пор не едят а у нас будет восхитительный ароматный и сытный летний ужин давайте скорее посмотрим что у нас в субботу на завтрак потому что вы знаете два дня в неделю я ем выпечку и в основном это приходится на выходные когда у нас есть немного больше времени на приготовление еды на завтрак у нас будет манка только не в виде каши а мы приготовим из нее замечательный манник вот здесь появится рецепт для того чтобы вы тоже смогли порадовать всю свою семью замечательным полезным и очень вкусным завтраком давайте посмотрим что же мы с вами приготовим на обед на выходные на выходные мы тоже слишком много времени на приготовление еды тратить не будем потому что мы приготовили уже очень вкусный завтрак на обед будет суп-пюре из овощей которые есть у вас по сезону я туда буду добавлять крупу кускус и чечевицу у меня тоже не в небольшом количестве есть дома поэтому я не стала их еще докупать кстати рецепт появится вот здесь отличная новость ужин в субботу готовить не нужно у нас есть говядина с баклажанами со сладким перцем просто ужинаем и наслаждаемся завтрак воскресенье полюбившиеся уже многим ленивые вареники манка нам и тут пригодится приготовим порадуем всю семью и конечно себя обед воскресенье нам готовить не надо мы будем есть замечательные легкий суп пюре и теперь что же у нас на ужин воскресенье воскресенье мы готовим ужин на всю семью запекаем курицу гарнир у нас любой который вы выберете можно тоже гречку использовать я пока еще честно не решила что именно будет на гарнир и курица нам дает замечательный бонус поскольку мы сможем по-прежнему похудели больше 40 килограмм каждый теперь нам курицы на всей семью хватает на два приема пищи и соответственно наша курочка является ужином и воскресенье и понедельника значит понедельник нас уже ждет намного меньше дел что очень приятно и сделает понедельник более легким для нас днем конечно же голод может посетить и среди дня многие из нас с этим сталкивались поэтому вот перекусы на нашу семью из четырех человек на всю неделю каждый день я сергей и старшая дочь даша съедаем по яблоку поэтому здесь их целая огромная миска а злата с удовольствием съедает банан ну и мы тоже периодически ими перекусываем поэтому вот так много фруктов у нас для замечательных перекусов и конечно же два качанчика салата айсберг который мы будем добавлять просто в овощной салат с огурцами и помидорами каждый качанчик я делю на половину получается здесь четыре дня я буду есть салат замечательным хрустящим айсбергом салат айсберг обошелся нам по 59 рублей это уже цена со скидкой 120 рублей делим на 4 раза получается 30 рублей одна добавка айсберга в салат нам обходится конечно же этой всей закупки кому-то хватит возможно на большее время потому что у нас особенность такая что дочь старшая каждый день пьет цикорий с огромным количеством молока младшая просто пьет очень много молока и утром и вечером и конечно все члены семьи очень щедро добавляет сметану во все блюда и фруктов тоже едим мы огромное количество если вам нравится такой формат видео если рацион на целую неделю вам помогает оцените пожалуйста нашу работу поставьте лайк мы будем стараться выкладывать такие видео конечно же и впредь для того чтобы вам было проще и самое важное для того чтобы вы знали что можно купить самые обычные продукты в самом обычном магазине сегодня например мы закупались в обыкновенном магните можно питаться вкусно здорово здорово полноценно чувствовать себя отлично снижать свой вес не покупая чего-то лишнего непривычного и супер дорогого с вами была мария мироневич я желаю всем любви добра и конечно отличного настроения на всю неделю я уверена с таким рационом она просто обеспечена